Девушки отдыхают И вот одно из, что сказал Господь И что сказано о Нем, как Он обнищал ради того, чтобы мы обогатились Как Павел описал это Второе послание 8.9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа Что Он, будучи богат, обнищал ради вас Дабы вы обогатились Его нищетою Очень интересное слово И, можно сказать, очень мудрое слово Хочется нам Его рассмотреть, чтобы понять Вы знаете, Он нам, Иисус, оставил нам пример По которому, по этому примеру, жили первые апостолы Жила первая церковь И свидетельствовал Павел об этом Что они так жили Посмотрите, как он пишет Павел Мы нищие, но многих обогащаем Мы ничего не имеем, но всем обладаем Вы знаете, если не обнищать Не оставить все прежнее Чем ты дорожил, что было для тебя Богатством в этом мире Значит, никогда не обогатиться Господом И уже тем более Никогда не обогатить других Потому что чем ты можешь обогатить Если ты сам в духе нищий Но зато ты богатый в этом мире Что истинное богатство Как человек должен пересмотреть Все, что внутри его сердечка Вы знаете, в каждом человеке Есть такое качество Как стремление к лучшему И это хорошее качество К улучшению своего быта, к примеру К улучшению своего материального положения Душевного состояния Эмоционального Что плохого? Ничего плохого Это нормально А духовные люди Они все время Духовные личности Ищут обогащение в Боге И улучшение своего духовного состояния Я скажу вам Что это качество Вложил в нас Бог Стремление к лучшему Вложил в нас Бог Вы представьте себе Если у нас не было такого желания Мы бы двигались Мы бы остановились на том, что имеем И никогда бы не стремились Ни к чему Ни к лучшему Ни вперед Это стремление от Господа Но именно это желание И стимулирует человека Двигаться вперед Искать варианты Для улучшения Своего состояния Своего положения Но если духовный человек То он это все применяет Как качество в духе Когда Бог создал человека Он сказал ему что? Владычествуйте Над всем, что он создал Владычествуйте Вот это самое слово Владычествуйте И есть стремление К лучшему Оно вышло из самого Бога Это стимулятор Владычествуйте Овладевайте Овладевайте землей Овладевайте Размножайтесь Приумножайте свое наследие Но С грехопадением Что-то произошло Что-то пошло не так Когда Адам и Ева согрешили То это прекрасное желание Превратилось Они приобрели Греховную Натуру И греховные качества И через них мы все Теперь человек Не просто стремится К лучшему К улучшению Своих условий Но желает Обогащения Ненасытно Желает обогащения И вместе с такими Казалось бы Безобидными качествами Желание улучшить Что-либо Человек приобрел Жадность Приобрел Неудержимое Желание Вот это стяжательство Приобрел Неудовлетворение Ничего его Неудовлетворяет Приобрел зависть Все это Сейчас Человеком Управляет На пути Приобретения Лучшего Это самые качества Вот эти качества Они ведут Человека К войнам К грабежам Убийствам Захват чужого Имущества Захват чужой Жизни Первое убийство Когда Каин Убил Авеля За что? Зависть Зависть Понимаете? Каин Хотел иметь Лучшие отношения С Богом Чем у Авеля Он хотел Чтобы Приобрел Он Расположение Бога Был недоволен Тем Что Бог Избрал Жертву Авеля Вот вам и первое убийство Вызванное Чем? Жаждой Приобрести Отношения С Богом Лучшие Чем у Авеля Это тоже Обогащение Он желал Обогатиться С Богом Отношениями За счет Своей Жертвы Но у другого Оказалась Жертва Лучше Чище Сердце Чище Понимаете? Зависть Это страшное чувство Павел Пишет К Тимофею Очень интересное место Прочитаем с вами Первое Тимофея Шесть Девять Одиннадцать А желающие Обогащаться Впадают В искушение И в сеть И во многие Безрассудные И вредные Похоти Которые погружают Людей В бедствии И в пагубу Смотрите Что он говорит Желающие Обогащение Что это? Корень Всех Зол Серебролюбия Которому Предавшись Некоторые Уклонились От веры Верующие И мы Такой корень Уклонились От веры И сами Себя Подвергли Многим Скорбям И дальше Говорится Ты же Человек Божий Убегай сего А преуспевай В правде В благочестии В вере Любви Терпении Кротости Вот чем Надо Обогащаться Этими Качествами Оказывается Надо Обогащаться Это истинное Богатство Богатство Которое Идет с вами Вместе На небеса Это богатство Которое Никто не может Вас украсть Отнять Это великое Приобретение Оно остается С вами Вечно Понимаете Быть лучше Другого Иметь лучше Чем у другого Иметь больше Чем у другого Это не тот Стимулятор Это не тот Стимулятор Это уже Греховное Качество Это уже Зависть Это Завистливое Желание Которое Приводит Человека К греху И греховным Поступкам Вы знаете Что даже В духовном Если ты Только потому Идешь вперед Чтобы быть Лучше Чем вот он Потому что У него Если я тоже Хочу Это греховный Подход К духовным вещам Разве Вот такое Стремление Должны иметь Духовные Личности Ты Человек Божий Ни в коем Случа Не должен Иметь Такие Качества Мы не Потому Должны Стремиться К лучшему Как Павел Говорил Что он Стремился Все время К лучшему Не поэтому Что у Петра Было А потому Что он Христа Любил Чистое Сердечко Надо иметь Понимаете Тогда ты Будешь Двигаться С истинной Причиной А не Вот так Как Павел Сказал Тимофею Мне очень Нравится Хотелось Бы Чтобы Вы Сегодня Эти Слова Запомнили Ты же Человек Божий Убегай Сего А преуспевай Преуспевай В Правде Благочестии В Вере Любви Терпении Кротости Есть Разница Между Человеком Божьим И Человеком Этого Мира Если Нет Разницы То Трудно Сказать Что Ты Человек Божий Должна Быть Разница Человек Божий Приобретает Самое Великое Это Что Довольство Это Великий Великолепный Характер Довольство Это Имеют Человек Божий Может Иметь Такое Оно Не Присуще Плотским Людям Поэтому Павел Говорит Великое Приобретение Быть Благочестивым И Довольным Ибо Мы Ничего Не Принесли В Этот Мир Явно Что Ничего Не Можем Вынести Из Него Имея Пропитание Одежду Будьте Довольны Тем Довольство Это Не Значит Что Не Надо Стремиться К Лучшему Но Смотря На К Чему Ты Стремишься И Что Ты Называешь Лучшим Плотской Человек Он Руководствуется Желаниями Плотскими И У него Мысли Движутся Плотскими А Они Греховны Потому Что Грех Живет В Нас Понимаете В Плоти Человеческой Есть Похоть Очей Есть Гордость Житейская Как Говорит Иоанн Первое Послание 2.16 Ибо Все Что В Этом мире Похоть Плоти Похоть Очей И Гордость Житейская Это Не От Отца Понимаете Не Есть От От Отца Но От Мира Сего Так Человек Божий Должен Это Иметь Не Должен Если Это Все Не Нашего Отца Разве Мы Должны Эти Качества Иметь Не Должны Значит Это Не Для Нас Мы Не От Этого Мира Правда У Нас Не Этот Отец И Так Кто Руководствуется Плоти Руководствуется Именно Гордость Житейской И Что Что Видят Глаза То Хотят Что Видят То Другого Хотят Приобрести Любой Ценой Потому Что Другого Есть Что Это Зависть Это Завистливое Око Он Видит Что Вот Там Не Видит Что Вот Тут Тебе Бог дал Наслаждайся И Радуйся Тебе Бог дал Но Ты Не Видишь Здесь Ты Видишь Там Посмотрите На Ахава Кто Такой Ахав Это был Царь Изавель Была его жена Если Помните Я Вам Прочитаю Немножечко Чтобы Мы Напомнили Этот Случай Как Он Увидел У Другого Виноградника Только подумайте Царь Мало Он Имел Да Поля У Него Были Виноградники У Него Все Ему Принадлежало Но Вот У Другого У Того Посмотрите И Было После Сих Происшествий У Нафуфея Израильтянина В Израиле Был Виноградник Подли Дворца Ахава Царя Самарийского И Сказал Ахав Нафуфею Говоря Отдай Мне Свой Виноградник Из Него Будет У Меня Овощной Сад Ибо Он Близко К Моему Дому Отмест Него Я Дам Тебе Виноградник Лучше Этого Или Если Угодно Тебе Дам Тебе Серебра Сколько Он Стоит Но Навуфей Сказал Ахаву Сохрани Меня Господь Чтобы Я Отдал Тебе Наследство Отцов Моих И Пришел Ахав Домой Встревоженный И Огорченный Тем Словом Который Сказал Ему Навуфей Израилитянин Говоря Не Отдам Тебе Наследство Отцов Моих И Лег На Постель Свою И Отворотил Лицо Своё И Хлеба Не Ел И Вошла К нему Жена Его Изавели Сказала Ему Отчего Встревожен Дух Твой Что Ты Хлеба Не Ешь Он Сказал Когда Я Стал Говорить Навуфею Израильтянину И Сказал Ему Отдай Мне Виноградник Твой За Серебро Или Если Хочешь Я Дам Тебе Другой Виноградник Место Него Тогда Он Сказал Не Отдам Тебе Виноградника Моего И Сказала Ему Изавель Жена Его Что За Царство Было Бо В Израиле Если Бо Ты Так Поступал Встань Ешь Хлеб И Будь Спокоен Я Доставлю Тебе Виноградник Навуфе Израилитей Что Побудило Ахава Что Его Было Мало Вот Этот Виноградник Увидел Рядом Глаза Упали На Него Вот Виноградник Вырублю И Огород Сделаю Жадность Мало Человеку Всегда Мало Ты Не Довольствуешься Тем Что Тебе Хочется Больше Это Уже Греховная Натура Похоть Очей Зависть Гордость Житейская Если Бо Он Этим Всем Не Обладал И Не Болел Бо Ну Отказали Отказали Пришел Домой Спокойно Он Даже Есть Нем Почему Вот Эта Зависть Она Съедает Изнутри Человека Зависть Это Такой Глаз Который Не Насытишь Ничем Он Всегда Будет Желать Другого То Что Есть У Ближнего Потому Что Оно Кажется Ему И Лучше И Слаще И Ведь Он Приобрел Себе Этот Виноград Каким Путем Вы Знаете Что Жена Помогла Путем Убийства Путем Убийства Зависть Она Убивает Это Может Быть Физическое Убийство Может Быть Моральное Убийство Эмоционально Как Угодно Но Я Вам Скажу Что Зависть Она Не Поскупится На Разнообразие Способов Чтобы Достать То Что Хочет И Что Сделала Его Жена Зависть И Выступили Два Негодных Человека Посадила Двух Негодных Людей Свидетелями Лживыми Свидетелями Кривету И Они Свидетельствовали На Него И Говорили Что Он Хулил Бога Придумывай И Вывели Его За Город Побили Камнями И Он Умер И Завель Пришла Бери Виноградник Теперь Он Твой Кавель Убил Авеля За Что Из-за Зависти За Что Убили Фарисе Иисуса Из-за Зависти За Что Убили Науфе Из-за Зависти Зависть Убивает Что Желание Приобрести Лучше Это Не Называется Что Ты Стремишься К Лучшему Что Это Это Греховное Качество Кто Шагает По Головам Кто По Трупам Свергают Отнимают Отвоевывают Присваивают И Все Это Испорченная Грехом Натура Желание Приобрести Лучшее Лучшее Свой Быть Своё Состояние Своё Положение Владычествовать Но теперь Это С грехом Теперь Это Всё Делается Со Грехом Любое Желание Плотское Обогащение Изначально Греховно Потому что Основано На Похоти И На Гордости Так Не Может Жить Божий Человек Божий Человек Должен Быть Свободен Как Сказано И Имея Как Не Имеющий Покупает Как Не Приобретает И Продавая Теряя Как Не Потерял Свобода Нужна Свобода Вот Это Принципы Земли Которые Я Сейчас Вам Говорила Я Вам Скажу Человек Божий Он Призван Богом К Обогащению Но Как Иисус Сказал Обогащайтесь Но Чем Временным Или Вечным К Чему Мы Призваны Вот Давайте Посмотрим Матфея 6 19 21 Это Слова Нашего Господа Не Собирайте Себе Сокровищ На земле Где Моль И Ржа Истребляют И Где Воры Подкапывают И Крадут Но Собирайте Себе Сокровищ На Небе Где Ни Моль Ни Ржа Не И И Где Воры Не Подкапывают И Не Крадут И Где Сокровищ Вашем Там Будет И Сердце Ваше Где Сердце Твое Где Твое Сердце Человек Чему Оно Прилипает О чем Ты Думаешь С утра До Ночи О Господе О Небесах Значит Ты Божий Человек А если Все Время О земном И Только Тут Обогащение Кто Ты Ты Человек Человек Этого Мира Когда Иисус Рассказывал Притчу О том Который Собрал Большой Урожай Помните И Стоило Ему Приобрести Много Как Он Сразу Замечтался О На Многие Годы Мне Все Это Хватит Я Буду Сейчас Житницы Строить Но Иисус В этой Притче Совершенно Другое Обогащение Предложил Он Назвал Вот это Все Безумием Безумный Бог Сказал Безумный В эту Ночь Сию Придуй Душу Твою Возьму У Тебя Кому Достанется То Что Ты Заготовил Так Бывает С тем Кто Собирает Сокровище Для Себя А Не Бога Бог Бог Не Против Того Чтобы Мы Имели Но Когда Человек Занят Обогащением Земным Ему Некогда Думать О Духовном Бог Уже Где-то На Втором На Третьем На Десятом Плане Бог Безумный Вот Завтра Душу Твою Заберу И что С чем Ты Пришел Голый Что Ты С собой Взял Чем Ты Богат Чем Ты Обогатился Ведь Мы можем Обогащаться Уже Сейчас Мы Можем Собирать Сокровища На Небесах Вы Понимаете Это Не Просто Сказано Сокровище На Небесах Сокровище Для Вечной Жизни Не Здесь Временный Прожил Немножечко И пошел В вечность Пришел Гол Как Сокол Но Как В Боге Обогащаться Сам Господь И Говорит Он Сам Ответ Когда Говорил Когда Написано В Откровении Иисус Говорил Написано Так Советую Тебе Купить У меня Золото Огнем Очищенное Чтобы Тебе Обогатиться И Белую Одежду Чтобы Одеться И Чтобы Не Видна Была Срамота Наготы Твоей И Глазной Мазью Помашь Глаза Твои Чтобы Видеть Кого Я Люблю Тех Обличаю И Наказываю Итак Будь Ревностен И Покайся Все Стою У двери И Стучу Если Кто Услышит Голос Мой Отвори Дверь И Пойду К Нему И Буду Вечерить С Ним И Он Со Мною Побеждающему Дам Сесть Со Мною На престоле Моем Как И Я Победил И Сел С Отцом Боим На престоле Его И Имеющий Ухо Дослышит Что Дух Говорит Церквям Так Вот Оказывается Что Является Богатством Обогащением Бога Это Приобретение Его Истины Его Праведности Благочестия Это Белые Одежды Золото Приобретение Белых Одежд Это Вот И Есть Без Питна Без Порока Приобретение Божьего Оправдания И Отношения С Богом И Иду И Буду Вечерить С тобой А Он Со Мной Это Истинное Обогащение Как Иисус Сказал Обогащайтесь Этим Обогащайтесь И Ради Этого Богатства Павел Все Почел Читой Ради Этого Богатства Вы Знаете Как Он Говорит Потому Что В Нем Вы Обогатились Всем Всяким Словом И Всяким Познанием В Нем Вы Обогатились Всем Но Для Богом Обогатиться Надо Извините Сначала Обнищать Обнищать Для этого Мира То есть Продать Раздать Все Имущество Все То Чем Ты Богат Чем Ты Обогащался Всю Эту Жизнь Считал Себя Богатым Все Мирские Наклонности Которые Тебя Привязывали К земле Приковывали Твое Сердце К земному Нужно Это Все Оставить Способен Ли Человек Заплатить Такую Цену За то Чтобы Обогатиться Богом Господь Сказал Советую Тебе Купить У меня Золото Огнем Очищенное Чтобы Тебе Обогатиться Какая Валюта За что Вы Купите Скажите Мне Я Думала Вот Купить Чем Заплатить Что Какая Цена У Этого Я Скажу Что В Писании Написано Симон Волх Хотел Купить Он Решил Купить Дар Духа Святого За Серебро Хотел Заплатить Цену Может Стоит Дома Наши Продать И Заплатить И Купить Духа Святого Можно Обогатиться Таким Богатством Давайте Посмотрим Что Получилось Когда Он Принес Серебро Чтобы Купить Духа Святого Когда Он Увидел Что Через Апостолов Через Возложение Рук Подается Дух Святой Принес Им Деньги Говорит Дайте И Мне Власил Чтобы Тот На Кого Я Возложу Руки Получал Дух Святого Какая Красота Но Петр Сказал Ему Серебро Твое Да Будет В Погибель С Тобою Потому Что Ты Помыслил Дар Божий Получить За Деньги Нет Тебе Всем Части Жеребия Ибо Сердце Твое Неправедно Пред Богом И так Покайся Всем Грехе Твоем И Молись Богу Может Быть Отпустит Тебе Помыслы Сердца Твое Оказывается Финансами Не купишь В этом Божьих Глазах Ничто Даже Помыслить Нельзя Вот Этим Купить Божий Дар Тогда Какая Цена Чем Платить Будем Чтобы Купить Вот Это Все Я Скажу Есть Такая Цена Это Наша Душа Это Единственная Цена Наша Душа За Свою Душу Можно Купить Жизнь Наша Ибо Кто Хочет Душу Свою Сберечь Тот Потеряет Ее Сказал Иисус А Кто Потеряет Душу Свою Ради Меня Тот Обретет Ее Это Единственная Цена Которую Можно Положить К Богу За то Чтобы Получить С Ним Отношения В этом мире Все Продается За Валюту А Валютой Является Ваша Душа И Человек Даже Не Помышляет Что Он Продает Дьяволу И за Дня В День Свою Душу Когда Все Время Свое Всю Жизнь Свою Кладет К его Ногам За Приобретение Ничего Нестоящего И Временное Обогащается На Погибель Некоторые Знают И Специально Продают За Славу Подписывают Договор С дьяволом Официальный Чтобы Получить Славу И Финансы Обогатиться Но Иисус Предупреждает Что Это Приобретение Потеря Сам Иисус Христос Для того Чтобы Приобрести Больше И Лучше Оставил Все Обнищал Для того Чтобы Еще И Нас Обогатить Как написано Ибо Вы Знаете Благодать Господа Нашего Иисуса Христа Что Он Будучи Богат Обнищал Ради Вас Чтобы Вы Обогатились Его Нищетою Он Первый Показал Нам Пример Как Надо Обогащаться Чтобы Еще И Других Обогащать Он На Время Обнищал Оставил Все И Пришел Сюда Чтобы Мы Стали Богат Чтобы Мы Получили Царство А Мы Мы Готовы Готовы Мы Заплатить Цену Он Сделал Это Ради Нас Он И Так Имел Там Все Он Оставил Потому Что Очень Любил И Любит Нас А Может ли Человек Оставить Своё Богатство Ради Того Чтобы Приобрести Христа И Ради Того Чтобы Обогатить Других Небом Вечной Жизнью Вот Этим Свидетельством Готов Ли Человек Некоторые Соглашаются Что-то Там Не Очень Дорогое Оставить Что В Глазах Не Очень Ценно Но Вы Знаете Что Господь Видит Сердце Он Видит Что Ты За Такую Дешевую Цену Хочешь Приобрести Его Значит Ты Так Дешево Меня Ценил Господь Говорит Ты Не Достоин Меня Если Ты Так Дешево Меня Ценишь Ты Не Достоин Меня Когда Иисуса Слова Петр Услышал О том Юноше Богатом Что ему Было Предложено Все Оставь И следуй За Мной То Он Задался Вопросом Ну А мы Вот Мы Все Оставили И Что Вот Он Говорит Вот Мы Все Оставили И Последовали За тобой Что Будет Нам Иисус Сказал Истинно Говорю Вам Что Вы Последовавшие За Мною Поки Бытие То Будущем Когда Сядет Сын Человеческий На Престоле Славы Своей Сядете Вы На Двенадцати Престолах Судить Двенадцать Колен Израилю Ну Уже Места Заняты Нам То Что Уже Все Двенадцать Престолов Но Иисус Говорит И Всякий Кто Оставит Домы Или Братья Или Сестер Или Отца Или Мать Или Жену Или Детей Или Земли Ради Имени Моего Получит Во Сто Крат И Наследует Жизнь Вечную Многие Первые Будут Последними Последние Первыми Какой Вывод Завтра Все Всех Бросаем Такой Вывод Нет Иисус Это Не Учит Сердце Должно Быть Свободно Для Господа Господь Должен Быть Властелином Наш Правда Мы Должны Быть Свободны Для Христа Он Должен Быть Самой Великой Ценность Для Нас Тогда Только Сможешь Следовать За Ним Тогда Только Сможешь Служить Ему Вот Оно Нетленное Богатство Отношение С Богом О Котором Знали Апостолы Которые Следовали За Господом Приобретая Его Это Богатство И Оно Предлагается Всем Все Обогащайтесь Обогащайтесь Небесным Обогащайтесь Господом Обогащайтесь Истиной Обогащайтесь Отношением С Ним Вы Знаете Когда Придем Туда Уже Будет Поздно Обогащаться Отношениями Когда Мы Придем Туда Мы Придем На Тех Права Какие Здесь Получили Друг Иди Как Друг Невеста Иди Как Невеста Гость Иди Как Гость Что Ты Здесь Приобрел Чем Ты Обогатился Но Для Того Чтобы Обогатиться Здесь Надо Обнищать Сделайте Ревизию У Себя В Душе Переоцените Все Что Раньше Ценили Пусть Для Вас Самой Великой Ценностью Будет Господь Пусть Ничего Дороже Его Не Будет И Никто Дороже Его Не Будет Когда Вы Это Поймете Тогда Все У Вас Наладится Потому Что Бог Все Поставит На Свои Места Все Должно Обесцениться Что От Этого Мира Только Духовная Это Цена Потому Что Оно Вечное Но Человек Если Не Сделает Этой Переоценки Он Не Может Оставить То Что Для Него Богатство Потому Что Сердце Прилеплено Но Если Прилеплено К Ничтожному Как Ты Получишь Великое Я хочу Чтоб Мы Это Поняли Что Чтобы Приобрести Великое Надо Оставить Ничтожное Как Часто Человек Боится Что Лучшего Потому Что Держится За Вот Это Ничтожное Но Когда Человек Способен Оставить Он Приобретает Большое Наша Душа Наша Жизнь Она Принадлежит Господу Бог Дал Ее Нам Он Так Хочет Чтобы Она Там На Небе Оказалась Знаете Однажды Я Сделала Такую Переоценку В Своих Ценностях Я Решила Обнищать Ради Него Ради Того Чтобы Обогатиться Не Только Сама Но И Многих Обогатить И Поэтому Я Принесла К Его Ногам Все Своё Богатство И Отдала Ему Это Мои Амбиции Мои Душевные Привязанности Мои Желания Плотские Желания Душевные Моё Мнение Мои Знания Мои Убеждения Мою Собственную Правду Мою Любовь Я Просто Обнищала Я Даже Физически Ощутила Эту Нищету Я Вдруг Почувствовала Что Ничего Больше Нет Я Как бы Опустошилась Только После Этого Бог Начал Меня Обогащать До Этого Все Что Я Перечислил Оно Меня Наполняло Оно Меня Не Давало Обогатиться Вот Мы Должны Оставить Вот Что Мы Должны Раздать А Лучше Принесите К ногам Христа Отдайте Ему Это Чтобы Обогатиться Вечным Богатством Потому Что Лучше Своя Правда Или Правда Его Что Лучше Своя Любовь Или Его Что Лучше Ваше Убеждение Или Убеждение Бога Что Лучше Ваше Желание Плоски Или Его Желание То Что Мы Оставляем Ничто Поверьте Но Приобретаем Великое Я Благословляю На Это Подумайте Об Это Потому Что У нас Есть Шанс Обогатиться И Мне Так Хочется Чтобы Мы Были Богат И Чтобы Мы Могли Обогащать Других Мы Должны Чем Ты Поделишься Если У тебя Нечем Делиться What can You Share If You Have Nothing To Share Других 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 Субтитры подогнал «Симон»